Друзья, всем привет! С вами Виктория. Сегодня мы будем готовить кексы на сметане. Это очень быстрая выпечка к чаю. Тесто удачное, рецепт проверенный. Я готовила неоднократно кексы по этому рецепту. Все готовится просто, быстро, без возни и без миксера. По этому духовку можно сразу поставить разогреваться на 180 градусов. Для приготовления нам понадобится, конечно же, сметана. Вместо сметаны можно использовать кефир, либо простоквашу. У меня сметана 30% жирности, 2 яйца, мука, растительное масло. Вместо растительного масла можно растопить сливочное, сахар, щепотка соли, экстракт ванили или ванильный сахар. И я буду использовать соду. Если вы пользуетесь разрыхлителем, то понадобится 2 чайные ложечки. Если вы достали сразу, например, сметану или кефир из холодильника, то поставьте их секунд на 30 буквально в микроволновую печь. Это нам нужно, чтобы сода хорошо погасилась в сметане. Добавляем 1 чайную ложку соды и хорошо перемешиваем. Посмотрите, сметана сразу начала пениться, значит реакция соды произошла. И пока отставляем в сторонку. И в другой емкости будем замешивать полностью все тесто. Выбиваем 2 яйца. В яйца добавляем щепотку соли и 160 грамм сахара. Если вы любите послаще, то добавляйте 180 грамм. И все хорошо, тщательно немного как бы взбиваем венчиком. Добавляю сюда 2 чайные ложечки экстракта ванили. Выливаю сюда нашу сметану и добавляю 70 миллилитров растительного масла без запаха. Все немного перемешаем. И начинаем просеивать муку. У меня здесь 230 грамм. В описании под видео я вам укажу точное количество муки, которое мне понадобилось. Просеиваю сначала половину. Перемешиваю. Муки может понадобиться чуть больше или меньше. Ориентируйтесь на консистенцию вашего теста. И просеиваем следующую часть муки. И еще раз все тщательно перемешиваем, так чтобы не осталось никаких комочков. Консистенция у теста должна быть не густая. А вот такая, посмотрите, она должна стекать ленточкой с венчика. Не забивайте. Тесто мукой. Если вы хотите добавить какие-то добавки, например, изюм, сухофрукты, орехи, шоколад, то самое время это сделать. Подготавливаем формочки. Подойдут любые формочки для кексов. Можно использовать силиконовые или такие, как вот из фольги. И в них можно вставить вот такие бумажные капсулы. Я буду готовить кексы вот в таких силиконовых формочках. В них я вставлю бумажные капсулы. И с помощью обычной столовой ложки будем заполнять наши формочки тестом. Примерно на 2 третьих формочки. В общей сложности у меня получилось ровно на 13 штук. Отправляем запекаться тесто в духовку, разогретую до 180 градусов на 25-30 минут. Ориентируйтесь на особенности вашей духовки. У меня духовка электрическая. Кексы у меня запекались ровно 30 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Друзья, посмотрите, какие красивые кексы на кефире у нас получились. Тесто воздушное. Я уже один попробовала. Получается очень-очень вкусно. Вы обязательно должны попробовать приготовить кексы по такому рецепту. Давайте же поскорее развернем один. Посмотрим, какие они у нас получились внутри. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на мой канал. Всем желаю приятного аппетита, удачной выпечки и до новых встреч. С вами была Виктория. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok